Мне провели обследование, в общем, дали лекарства. Скоро уже выпишут. Утро Михаила Краснова началось не с кофе. В выходные он катался с друзьями на гидроцикле. Случайно упал, наглотался воды. И вот результат. Теперь мужчина в больничной палате. Симптомы появились внезапно. Стало тянуть живот, открылась рвота. Время шло, становилось только хуже. Интуиция подсказывала. Пора бить тревогу. Два дня держалась температура, 38. Ну и тут уже как бы надо было обращаться в больницу. Я сам дошел, обратился к инфекционистам. Они мне сделали анализы и установили, что у меня острая кишечная инфекция. Кишечные инфекции относятся к сезонным заболеваниям, пик которых приходится на летний-осенний период. И главные виновники – различные микробы, которые в жару начинают активно размножаться. У заразившегося человека повышается температура тела, появляется боль в животе и частый жидкий стул. Проявление болезни зависит от возбудителя, попавшего в организм. Если мы говорим про бактериальные, то это лечение антибактериальными препаратами. Если у пациента больше данных за вирусное поражение кишечной инфекцией, то здесь, как правило, лечение патогенетическое, симптоматическое, то есть это купирование синдрома обезвоживания, болевого синдрома. Это энтеросорбенты, причем абсолютно разные, начиная от всем известного, я думаю, активированного угля от этих черных таблет, заканчивая другим препаратом, например, полисорбом. Последний относится к современным энтеросорбентам с широким спектром действия, которые связывают вредные вещества и выводят их из организма. При этом энтеросорбенты не вступают в сорбируемом веществом в химическую реакцию и не вызывают биохимических изменений крови. При купировании симптомов кишечной инфекции специалисты рекомендуют обратиться к врачу. Лучший способ предотвратить возникновение кишечной инфекции – это профилактика. Важно соблюдать правила личной гигиены, пить бутилированную воду, использовать только свежие продукты и обращать внимание на срок годности. Ксения Баканова, Константин Головин. События.